Как выполняются поручения президента, какие есть проблемы, какие есть сложности с определением тех, кто несет за это ответственность, ну и как принято у нас в стране с наказанием невиновных и награждением всех, кто не причастен. Экран большой, президент в нем маленький. Так бывает, когда смотрят издалека, из Молочного до Москвы больше полтысячи верст. Президента и губернатора связывают зыбкий эфир телемост. Одним основанием мост упирается в кабинет Кремля, другим здесь, в Доме ветеранов. В этой комнате скоро будет библиотека, будет уже дней через 10, когда сюда вселятся жильцы. А это лично. Не каждый родственник так своим родителям сделал, как здесь сделали. Пришел, на встречу с президентом пришел, при всех орденах и медалях. И дом весь этот новый Николай Александрович уже осмотрел. И решительностью властей в кризис, да отгрохать такой дворец, остался доволен. А мы Вологодское сопление не жуем. Еще в 2009-м, после трагедии в Доме престарелых республики Коми, тогда при пожаре там погиб 21 человек, президент поручил губернаторам навести порядок на всех социальных объектах. Как поручение выполнено, сегодня пришел черед проверять. Вот здесь у нас и губернатор на связи, Вячеслав Евгеньевич, Вологодская область, включите. Все нарушения, которые были выявлены, устранены. И обеспечены все нормы пожарной безопасности и бытовые. Тогда, выполняя поручение президента, Вологодский губернатор избрал собственную дорогу. Не переснащать уже существующие дома ветеранов. Чаще они только приспособлены для таких общежитий. Губернатор решил строить новое по спецпроектам, где для ветеранов будет предусмотрено все и даже больше. Домашний DVD-театр с караоке. Ну тоже фильмы, соответственно, DVD и песни. Ну далее утюги вот для прачечной, потом что еще у нас? Чайники, возможно, для буфета, микроволновки уже здесь все. И это лишь малая доля оснащения административного корпуса. В нем будет прачечная, химчистка, зал трудовой реабилитации и тренажерный зал, пункт заказа продуктов и кабинет, где выдадут ходунки и инвалидные кресла. Хорошие такие шкафы. О, прелесть, прелесть, прелесть. Лидия Николаевна уже к переезду готова, да только команду рванет. До 75 лет она работала и жила со студентами в общежитии. Сейчас Лидия Николаевне 82. Это ее первая в жизни отдельная однокомнатная квартира. Чемоданы уже собрала, а мебель старую не повезет. Здесь для всех новая. Хорошая, очень хорошая. О, как мягко, хорошо. И на случай таких визитов будущих новоселов в доме ветеранов дежурит врач. Медпункт с процедурным кабинетом здесь будет работать постоянно, трижды в неделю. И в любой день врач приедет по вызову. Но в такие моменты знакомства ветеранов с жильем, медпомощь требуется уже многим. Да, да, да. Они у них у всех. От избытка чувств, от впечатлений у них у всех заболела голова. Мы им перемирили давление. И трагедия в коме проектировщиками была не забыта. Безопасность пожилых людей продумана досконально. Это центральный пост охраны. Круглосуточно здесь будет находиться и охранник, и администратор. На мониторах выводят изображения 42 камеры видеонаблюдения, которые расположены и внутри зданий, и снаружи. И также такие же сигналы тревожные могут прийти из лифтов сюда же, и из комнат в случае пожара. Система пожарной сигнализации покажет и номер квартиры, где случилось возгорание, и номер корпуса этажа. И, к слову, не только о нравственной стороне предприятия, заботе о заслуженных ветеранах. Материальная выгода бюджету подсчитана тоже. 85 тысяч рублей стоит в год содержание одного места в доме престарелых старого типа. И 15 тысяч рублей в таком новом. И об этом губернатор сегодня рассказал президенту. Мы приняли решение уходить от этих всех в прошлом приспособленных помещений для проживания ветеранов и построить еще два таких центра, в которых будут обеспечены все необходимые, современные, достойные наших ветеранов условия для проживания. Поэтому эта работа будет продолжена. Хорошо, что вы занялись этим вопросом по-серьезному. Вас хотел бы поблагодарить за то, что вы этим занимаетесь. Но бросать эту тему нельзя. Договорились, Вячеслав Евгеньевич? Есть. Юлия Махова, Максим Тышковец, Новости Вологды. Спасибо. Спасибо. Спасибо.